Всем привет! Продолжаем путешествовать по книге 1904 года «Сокровище искусства. Картины знаменитых мастеров. Художественные репродукции в фотогравюрах О.Д. и Кнаппа. Перевод и дополнение под редакцией Александра Бенуа. Итак, начинаем. Питер Паулус Рубенс. Ламанская школа «Битва амазонок». Воспроизведенная нами «Битва амазонок» из всех картин Рубенса может считаться самой для него характерной. Нигде не отказались особенности его стиля, его композиции, его колорита, неподражаемая виртуозность, его техники, с такой определенностью и силой, как здесь. В то же время картина эта типична для всего направления искусства XVII века, для так называемого фламандского барокко, в котором разрешение чисто формальных задач мало-помало утесняло заботу о чем-либо более интимном и глубоком. Битва амазонок, во-первых, орнамент, сплетение круглых линий, полных плоснящихся форм, большая гирлянда человеческих тел, в которых нет ничего духовного. Даже нет экстаза войны и героизма, а есть только животная ярость, прекрасная, но и чисто стихийная. Царица Талестрист и царь Тезеи вверху на Фермадонском мосту не играют никаких личных ролей. Это несмотря на мастерский рисунок, на отличную продуманность жестов, на редкую для Рубенса тщательность исполнения фигуры третроста. Лишь декоративный венчик, служащий для заключения композиции. Неинтересен и исход битвы. У нас не может быть симпатии и антипатии к этим иступленным крутящимся массам человеческого мяса. Амазонки не очаровывают женственностью, а афиняне не волнуют в нас великих чувств. Но зато выше всяких похвал остается чисто живописная прелесть картины. Изумительная выдержанность ее горячего золотого фона, бесподобная развязанность и уверенность мазка, мастерство, с которым все приведено к одному аккорду, звонкому, сочному и царственному кульшну. Картина, описанная мастером в течение нескольких лет, кончена в 1619 году. Но производит впечатление, точно она сделана в один присест. Несколько часов в то же время нигде нет провалов или неудачных, просто вялых мест. Мощный и здоровый Рубенс – один из редких примеров полной непринужденности в работе и в то же время полного владения ей. Рубенс всегда оставался господином своего намерения и производил его от начала до конца без уступки, без запинки, без тени слабости. Ну вот такое описание картины я нашел в книге 1904 года «Сокровище искусства», картины знаменитых мастеров, художественной репродукции, фотографюрах Бодей Кнаппа, перевод и дополнение под редакцией Александра Бенуа. Пока-пока, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова